Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» мы выходим одновременно на радио и телевидении. В студии режиссёры Мария Новгородова Михаил Эверстов, у микрофона Любовь Петрова. Городские библиотеки объединены в Центральную библиотечную систему города Якутска. И сегодня у нас в студии директор Центральной библиотечной системы города Якутска Ниргуяна Петровна Решетникова. Здравствуйте, Ниргуяна Петровна. Здравствуйте. И главный библиотекарь смарт-библиотеки Надежда Алексеевна Осипова. Здравствуйте, Надежда Алексеевна. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Во время прямого эфира вы можете позвонить по этим номерам и задать интересующие вас вопросы гостям нашей студии. Ниргуяна Петровна, сколько библиотек входит в Центральную библиотечную систему? И входят ли туда библиотеки пригорода? Ну, начнем с того, что Якутская централизованная библиотечная система была организована в 1977 году распоряжением Совета министров Якутской и АССР. Если тогда было объединено 16 библиотек городских и пригородных, и плюс детская библиотека имени Гайдара вошла в состав, то сейчас у нас 18 филиалов. Из них 5 сельских. Это в Хатасах, Магане, Мархе, в Тулагино и в Табаге. И у нас еще есть два пункта библиотечного обслуживания. Это в Капитоновке и в Старой Табаге. Центральной библиотекой, если раньше была библиотека имени Белинского Центральной библиотекой Якутской централизованной системы, то сейчас Центральной библиотекой является Смарт-библиотека. Там функционируют отделы, которые работают на всю систему. Это, допустим, отдел комплектования, это отдел документных фондов. У нас единый фонд на все 18 библиотек. Это инновационно-методический отдел, это редакционно-издательский центр. Ну и тогда Смарт-библиотека, тогда получается, это библиотека не только города Якутска, но и на все эти филиалы, да? Да, Смарт-библиотека является библиотекой городской администрации, окружной администрации и ведет работу именно с филиалами. У нас работают где-то около 200 сотрудников, все почти с высшим образованием, с библиотечным, это обязательное требование. Хотя многим, наверное, кажется, что библиотекари просто так сидят и выдают книги, но это сейчас немножко такое стереотипное, скажем, да, суждение, потому что сейчас библиотекари у нас как многорукий Шива, скажем, да, или как человек-оркестр. Потому что особенно вот в сельских библиотеках там работает по двое-трое человек. У нас сейчас очень много, скажем, работы, да, требований, которые вот человек должен не только вот владеть библиотечными основными, да, знаниями, но еще он должен писать статьи, он должен быть психологом, он должен быть педагогом, он должен уметь вести проектную деятельность, да, ну и многое-многое другое. Ну и кроме того, еще библиотеки оказывают сейчас и госуслуги ведь, да? Да, в пяти библиотеках у нас открылись секторы электронных услуг, что очень удобно, кстати, для населения, да, потому что им нет необходимости, вот, допустим, приезжать из куда-то из окраин, да, вот в центр. С того же порта? Да. Не посещая МФЦ, например. Сразу библиотеки. Сразу к нам пошли библиотеки и все же госуслуги, да, оказываете? Регионального портала Еякутия и федерального портала госуслуги. Там сотрудники библиотеки регистрируют в портале госуслуги, создают учетные записи, регистрируют. Пользователи получают консультацию по оформлению услуг на порталах, записываются к врачам, плачивают штрафы. И вот сейчас в апреле же у нас начнется прием в первые классы, и мы приглашаем вот в наши библиотеки воспользоваться, вот, напишать заявление, у кого будут какие-то проблемы. Да, это оказывается очень удобно. А люди знают вообще об этом, что в библиотеках? Ну, мы стараемся вот эту информацию доносить до населения. Это у нас смарт-библиотеки, можно такую услугу оформить, филиаль номер один в Краевической библиотеке имени Белинского. В Сожезе. Да, библиотеки 3D и в селе Маган библиотеки Библиополе. В Сожезе. И я хочу еще отметить, что в библиотеке мы не стоим на месте, мы развиваемся. И вот благодаря федеральной программе «Культура», «Культурная среда» у нас две библиотеки в городском округе уже являются модельными федерального значения. Да, это Сожезе находится в Гагаринском округе и в Магане Библиополе. А в чем отличие вот модельной библиотеки от обычной библиотеки? В чем разница? Ну, во-первых, с федерального бюджета к нам пришло 5 миллионов рублей на оснащение. Ну, во-первых, они грант выигрывают же, да? Ну да, это сложная работа, там нужно написать концепцию библиотеки, да, какую они видят. И вся эта концепция строится на том, что жители сами хотят в первую очередь, да. Вот, допустим, в Сожезе у нас очень интересная библиотека, да. У нас там малая медведица для детей, да, отдельный зал, есть большая медведица для... Связана с национальными культурами, да, межообщинами. Да, 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 с национальными, с общинами национальными работают. А в Магане у нас как библиотека, не библиотека-музей, а там же хайбопашество у нас развивалось же когда-то. И вот тоже очень интересные материалы у них есть. Ну, кроме этого, они могут же еще хороший ремонт же сделали, да, в библиотеке Созвездия. Да, обязательно, это хороший ремонт, это хорошая техника, и библиотекари обязательно проходят повышение квалификации тоже бесплатно. Ну, еще они там новую мебель заказали, стеллажи прямо по их чертежам. Да, и самое главное, это новая литература. Да, и поступило много хорошей новой литературы. Людям нравится. Вот, допустим, Маганская библиотека у нас уже выиграла в народном бюджете, да, сколько, 100 тысяч или 130 тысяч? 190 тысяч. 190 тысяч, и они создали у себя анимационную студию именно для детей с ОВЗ, да. Вот эти дети, детишки, сами вот создают мультики, читают книги, рассуждают, да, вот каким образом. Ну, это очень такая творческая, интересная работа, и, ну, детям нравится, они с удовольствием приходят, для тех, кто занимается. Ну, дети ОВЗ, это дети с инвалидностью. С ограниченными возможностями здоровья, потому что, ну, они живут в Магане, и не у всех семей есть возможность возить детей в город, да, для того, чтобы ребенок развивался. И очень хорошо, что вот именно в библиотеке открылось такое, да. И все это абсолютно бесплатно, за это ничего платить не нужно. Они вот за счет гранта купили хорошую технику именно для создания мультфильмов, да. Так что здорово. Мы очень рады за своих коллег. Молодцы. Действительно, это очень интересное направление. Вот буквально вот перед 8 марта, да, такой шикарный подарок тоже, выиграли во всероссийском конкурсе библиотек в сфере финансовой грамотности. Это наш проект «Финансики». Выиграли грант на 380 тысяч, и тоже будут интересные проекты. По этому направлению. И для детей, и для взрослых. Так что тоже добро пожаловать в смарт-библиотеку. Да. А вот еще интересно, библиотека Белинского, да, вот она сейчас стала краеведческой библиотекой. Вот расскажите об этом. Она старейшая библиотека, да. Своё рождение она ведет с 1886 года. Белинского является преемницей этой библиотеки. И нам, мы очень благодарны вот окружной администрации, управлению культуры, да, что вот дали нам возможность отремонтировать библиотеку. И прямо вот в обновленную библиотеку с удовольствием тоже ходят люди. Потому что там очень много постоянных читателей, они всегда, у них всегда вот все показатели, ну, идет переуполнение, да, потому что люди идут с охотой. Там уже не только вот библиотечные услуги, да, могут получить, ну, как я уже говорила, там сектор электронных услуг. По Пурскинской карте тоже много мероприятий проводят. И вот они пишут грант, вот у нас президентский грант культурных инициатив, пишут по популяризации родного языка. Мы тоже вот ждем, держим кулачки, вдруг выиграем, да. Ну вот тоже эта библиотека единственная в городе Якутске занимается якутсковедением, да, собирает материалы именно вот по Якутску, по пригороду, история города Якутска. Нет, это у нас сетевой проект якутсковедения, им занимаются все филиалы. Потому что вот в каждой библиотеке они же у нас, каждая в своем округе, допустим, Табага, Семнад, Сайсары, да, Гресс. У всех своя история. Да, 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 своя история, свое лицо. А, и все собирают эти материалы? И все собирают материалы об истории своего округа, именно где вот они находят. Ну хорошо, это будет как бы все это аккумулироваться в одном месте же, может, аккумулироваться в краеведческой библиотеке Билинского. Надежда Алексеевна нам рассказала. Хочу дополнить, да, по якутсковедению. У нас с 2019 года начал свою работу информационно-тематический портал «Мой Якутск». Это на сайте нашей ЦБС. Здесь собраны все материалы по истории города, улиц, летопись, памятников, сведения о знаменитых исторических личностях, о быте населения. Вот всё это собрано в едином портале. Можете зайти и посмотреть. Ну вот смарт-библиотека — это же новая библиотека, да? Вот расскажите о вашей библиотеке. Вот сперва хочу рассказать о проектах от СБС. В конце 2022 года наша централизованная библиотечная система стала участником федеральной программы «Пушкинская карта», которая нацелена на популяризацию культурных мероприятий среди молодёжи с 14 до 22 лет. И по «Пушкинской карте» мы уже провели более 30 мероприятий, разнообразных по форме от лекториев до мастер-классов. По «Пушкинской карте» работают все наши библиотеки, все 18 лет. А как это по «Пушкинской карте»? Это платное мероприятие тогда? Да, платное. Они туда заходят, по «Пушкинской карте»? Посмотреть полную афишу мероприятий платных наших можно в мобильное приложение «Госслуги культура» и на нашем сайте в разделе «Афиша». Там всё подробно рассказано. Ну и какие мероприятия расскажите? Вот, например, в «Созвездии» было мастер-классы по рисованию человека, например, портрет человека. Цены у нас от 50 до 800 бывают разные. Бывают ещё циклы мероприятий, по финансовой грамотности также, по компьютерной грамотности циклы. Вот в неделю один раз и по месяцу в месяц. Ну, Ваша библиотека находится на 203-м микрорайоне, а новая же, да? Да, новая библиотека. Начала я работаю в 2019 году. Проходят различные курсы бесплатные. Это курсы по хамусу, на игре по гитаре, укулеле. И проходят разные баллы. Это якутский балл, зарубежный балл прошёл. И мы на этом не останавливаемся. И переходите на нашу... Творчески, креативно подходите, да? Ну, люди ходят на Ваши мероприятия? Да, ходят. Молодёжь, да? Или все люди? Не, дохватываемся и детей, и молодёжь, и старшее поколение. Всем найдётся место. Вот ещё хочу немного о финансиках, да, рассказать. Это проекте «Смарт-библиотека». В 2022 году мультфильм было решено озвучить на якутском языке. Раньше она была только на русском. И на данный момент вышло три серии на якутском. И они, озвученные на якутском языке, измельчены на портале «Чахон» в Казаха. И также была разработана методичка с сценарием 10 уроков по финансовой грамотности для школьников с первого по четвёртые классы. Материалы рабочей программы мы разместили на нашем сайте. И думаю, эта методичка будет полезна не только для библиотекарей, но и учителей, и педагогов. В открытом доступе есть. Это финансовая грамотность для детей, да? Да. Я хочу ещё дополнить, что этим нашим проектом заинтересовались наши коллеги в Бурятии и в Ямало-Ненецком округе. И финансики скоро заговорят на бурятском языке. Всё это здорово. Ну, вообще финансовая грамотность, мне кажется, сейчас очень много мошенников в жизни, телефонных действует. Вот такая вот грамотность, наверное, не только детям нужна, мне кажется, всем нужна. И особенно пенсионерам, пожилым людям. Ну, вот, например, филиаль 03, пятый филиал, это рядом с Кривической библиотекой, филиалом номер один. Они как раз, вот у них есть такой проект, цифра... Этюды для взрослых. Этюды для взрослых. И они ходят в стационар дневного пребывания «Аврора» именно для пожилых людей, да? Помогают им работать с приложениями, вот как на телефон скачивать, да? Как не отвечать вот на звонки мошенников, как их различать. Но эти уроки пользуются очень большим успехом, и вот каждый раз приглашают наших сотрудников. Тем более у них есть такой опыт работы с пожилыми людьми, да? И с людьми с ограниченными возможностями здоровья. И очень хороший проект. Да, потому что... В 21-м году выиграли грант именно. Именно этот грант реализуют, да? Да, уже реализовали. Потому что вот в 22-м году, говорят, просто миллиарды люди теряют денег в общей сложности, да? Потеряли россияне денег из-за этих вот телефонных мошенников. Потому что эта тема очень актуальна. Да, она очень актуальна. И всё равно в этом направлении мы будем продолжать работу. И если вот в 21-м году уже завершилась, да, вот эта работа по этому проекту, но всё равно вот наши сотрудники всё равно продолжают эту деятельность. Ну и ещё какие проекты интересны у вас? Наша библиотека активно работает в летние каникулярные и каникулярные досуги детей и взрослых. Работают программы летнего чтения. И также традиционно у нас 1 июня, Международный день защиты детей, открывается в Центральной городской парке. Летняя библиотека открывается и двери. И библиотека в парке работает с июня по август включительно. Там мы организовываем букроссинги, различные мероприятия развлекательного и интеллектуального характера. Не только для детей, но и для всех жителей города. Ещё об одном проекте тоже филиала номер 5 я хочу рассказать. Может кто-то услышит и передаст своим знакомым, пожилым, которым нет возможности выходить из дома в библиотеку. У нас есть такая услуга бесплатная на домное обслуживание именно для пожилых и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так что я... А есть же ещё библиотека 0.3, да? Она не относится... Да, вот 0.3. Она относится... Это наш филиал. Это они проводят вот такую очень нужную работу. Именно с пожилыми. Да, с пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Люди ходят прямо на... Вот хочу дополнить, да, вот у нас есть проект библиотечный волонтёр. И вот наши волонтёры по направлению книгоношества тоже ходят к нашим пожилым читателям и раздают книги. Это обычные люди, которые вот по велению души, да, вот хотят... Помогают нашим. А, это волонтёры, да? Это волонтёры. Это не библиотекари. Не библиотекари. Интересно. У нас есть такая возможность зарегистрироваться на сайт вот таким волонтёрам, да. Они оставляются и данные, когда вот нам нужно, мы просим их помочь нам. Интересно. Также библиотека Якутской СБС активно участвует в различных видах досуговой деятельности и социализации детей, молодёжи, старшего поколения с ограниченными возможностями здоровья. И вот в 2019 году в селе Хатаси библиотека имени Панаева выиграла грант «Народный бюджет» тоже и открыл досуговый центр «Инфоигротека» для жителей села. И были приобретены такие популярные настольные игры, вне зависимости от состояния здоровья, как матрёшки, бильярд-хоккей, кёрлинг, кульбута. И все желающие семьями даже приходят, играют в ходу и дни. Это игры такие, да? Да, настольные, большие игры. А, большие настольные игры. Это сейчас очень интересное направление. И не только детям это нравится, но и взрослым. Ну и что греха таить, то молодёжь у нас в большей степени негде же собирается. И вот в библиотеке мы предоставляем такую возможность. Такую возможность собираться. Да, собираться вместе, общаться, знакомиться. Так что, добро пожаловать. Дорогие друзья, сейчас мы прорвёмся на рекламу, и после вернёмся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно на радио и на телевидении. И тема нашего сегодняшнего разговора «Центральная библиотечная система города Якутска». В студии директор ЦБС города Якутска Ниргуяна Петровна Решетникова и главный библиотекарь смарт-библиотеки Надежда Алексеевна Осипова. Телефоны прямого эфира 32 00 66 32 11 66. Вы можете присоединиться к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы. Вот, кстати, по электронной библиотеке что можете сказать? Ну, на данном этапе, да, библиотеки мы тоже не стоим на месте. И книги вы можете получать у нас не только вот в бумажном, да, традиционном виде, но и можете читать электронно. Допустим, у нас есть единый читательский билет на всю систему. Допустим, если вы записались где-то в Мархе или на Грейсе, да, вы с тем же билетом можете прийти в смарт-библиотеку. Вы уже наш читатель, да, это единый читательский билет. С номером читательского билета или с самим билетом? Да, с номером читательского билета. Ну, если не трудно, то с читательским билетом тоже, потому что в смарт-библиотеке работает автоматизированная система библиотечных услуг, да, RFID-система, и с помощью этого читательского билета вы можете сдать книги, не общаясь, скажем, с библиотекарем. Также у нас очень хорошо развита такая услуга, как личный кабинет читателя, где можно вот заказать книги, да, продлить книги, можете посмотреть историю своих заказов. Бывает же такое, что, ой, я же такую интересную где-то прочитал, да, вот какая она была. Зашли в свой кабинет, посмотрели точно вот этого автора, и можете восстановить, скажем, да, всю историю, вот свою читательскую историю. Также у нас работает единый поисковый сервис ИЛИМ, куда включены все библиотеки республики и централизованная библиотечная система в том числе. Допустим, вы хотите найти какую-то книгу про Барахова, да, если у нас в Якутске нет фондах, да, то Вилюйской или Верхней Вилюйской ЦБС вы можете спокойно эту книгу найти и посмотреть. Вот таким образом. У нас еще есть проект персональной библиотекарь, это проект национальной библиотеки. Это проект вообще очень хорошо пошел, скажем, народ, да, и очень помог во время пандемии. Вот когда мы все сидели запертые в своих домах, национальная библиотека предоставила возможность людям читать книги в электронной библиотеке. Тоже вот можете воспользоваться. Есть еще ЛитРЭС, вот с помощью вот этого билета, да, нашего единого. Вы абсолютно бесплатно можете взять любую книгу, которая вот находится на ЛитРЭСе. Также у нас есть доступ на федеральные ресурсы. Это национальная электронная библиотека. Тоже можете зайти и посмотреть. Это проверенные ресурсы, очень нужные студентам и всем заинтересованным лицам. Вот такие сервисы очень помогают. Также хочу продолжить про наше мероприятие. Наша библиотека активно участвует во всероссийских акциях, таких как «Библия-ночь», «Дарите книги с любовью», и в республиканских акциях, такие как «Сахалы-диктант», «Диктант победы», «Сила книги». И вот наши сотрудники не в первый раз участвуют на ежегодном молодежном фестивале «Мусу-стар». На фестивале мы проводим настольные игры, литературные квизы, организовываем книжные выставки, делаем обзор, записываем библиотеки. — Вот, Нюргена Петровна, вот к вам личный вопрос, да? Вы вот недавно стали директором Центральной библиотечной системы. Вот мы с вами раньше встречались, вы были директором библиотеки «Тёплый дом», да? — Да, это один из филиалов. — Вот расскажите о себе. — Ну, я сама закончила Санкт-Петербургский педагогический университет имени Герцена. И сразу после окончания учёбы мне повезло попасть на работу в библиотеку. Я начинала работу в бизнес-библиотеке, это 19-й филиал, сейчас он называется 3D. Где-то, ну, более 10 лет я там отработала, там тоже было очень интересно, потому что вот первые маркетинговые вот эти исследования библиотек, брендбук вот этот вот, всё это разрабатывалось вот тогда ещё, в 2000-х годах. Потом, в 2010-м году директор Калькарина Георгиевна Карачина назначила меня заведующей «Тёплого дома». Там тоже своя специфика. — Это в Грессе. — Это на Грессе. — На Грессе. — В жилом доме. Такой у вас был большой коридор, я помню, там делала сюжет о вашей библиотеке. — Да, вот мы как раз тогда выиграли тоже грант Министерства культуры нашей республики, да, вот мы родом из народа, вот тоже кукольные, кукольные, ну, театральная студия кукольная. — Да, да, да. — Очень интересно. — Интересно очень было, да, куклы были и в национальных костюмах. — Да, дети с удовольствием занимались, у нас даже вот один ребёнок уже в Агике, по-моему, учится, так что вот кого-то сподвигли. — Ну, очень интересно было работать. Ну, библиотеки, они такое место, где вот одним узким направлением там, ну, просто невозможно. Это надо вот как-то даже предугадывать, да, вот что нужно людям. — А вот, Надежда, вот вас, вам такой вопрос, а вас чем привлекает вот работа библиотекаря? — Я в детстве мечтала стать журналистом, вот писала много статей, и вот теперь эта мечта реализовалась библиотекарем, потому что библиотекарь — это такой человек, который и проводит мероприятия, да, и пишет сценарии, статьи разносторонних человек. — Да, и находится в гуще всех событий, да, много людей общается со многими людьми. — Нравится вам ваша профессия? — Да, нравится. Уже работаю 10 лет библиотекарем в центризованной библиотечной системе. — А что закончили? — Я закончила в 2014 году Якутский колледж культуры и искусств, потом Арктический государственный институт, и пришла в Белинку на практику, попроситься на практику во время студенчества. И потом после окончания колледжа меня взяли вот с первовременным работником, потом постоянно в МАРХУ работала, и потом сейчас в МАРХУ работаю. — Ага, в МАРХУ работаю. — В МАРХУ работаю в библиотеке, да, новая библиотека. — У нас такая практика существует, вот брать на 0,5 ставки студентов, которые вот обучаются уже на третьем курсе, на четвертом, и вот мы видим, уже видно человека, да, который будет хорошо работать. Уже такие люди уже видны. — Активные, да? — Очень активные, такие интеллектуально развитые, они прямо в глазах горят, хотят работать. Ну, с каждым поколением всё равно же потребности меняются. Это мы сидели тогда, да, в 2000-х годах, что-то вот. Ну, в своё время мы тоже как-то продвигались, а сейчас нам нужна молодёжь, свежая кровь, скажем, да. И вот Надежда Алексеевна одна из них. — А вот в вашей библиотечной системе, в центральной библиотечной системе, сколько вообще библиотек? Вообще сколько человек? — Так, ну, основного состава у нас 165, и плюс 20 человек у нас вспомогательные. Это дворники, это рабочие. — И это библиотекари, да? — Это 165, это библиотекари. — Это библиотекари. — Ну, мы работаем не только на население, да, мы ещё и работаем над собой, скажем, да. У нас проводится очень много своих профессиональных мероприятий. Это и школа начинающего библиотекаря, это и конференции мы, да, проводим. Допустим, вот очень интересная конференция прошла в прошлом году. Библионнеформат. Надежда Алексеевна, расскажете, да? — Библионнеформат — это инициатором была смарт-библиотека, и там приняли участие не только из Якутска, да, из других регионов России тоже участвовали. Спикерами выступали, и более тысячи человек записались. — Это онлайн проходило, да? — Да, онлайн. — Онлайн проходило. — Онлайн, и вот в Якутске тоже. Онлайн и флайн в гибридном формате. — Более тысячи участников со всей России. — Да, приняли участие. — И каким опытом вы делились? Какой опыт их заинтересовал? — Мы делились брендом, да, как якутские централизованные библиотечные системы рассказали о себе, и о библиотечных маскотах рассказали, о наших крупных проектах рассказали. И также принимали опыт друг от друга, знали тоже много интересного и полезного. И после этого сборник выпустили, сборник гибридного формата. Вы можете найти на нашем сайте. — Аня Юргияна Петровна, к вам, как к руководителю, вот такой вопрос. Недавно в феврале было послание президента Федерального собрания. Вот вы для себя что почерпнули из этого? Что вы считаете для вас главное? — Ну, самое основное — это, конечно же, сохранение исторической памяти. Это патриотическое воспитание детей и молодёжи, это поддержка детей, да, участников СВО. Ну, такие приоритетные моменты, которые вот мы сейчас будем уже корректировать наши планы. У нас достаточно, очень много мероприятий проводится именно по сохранению исторической памяти, да. Это у нас цикл мероприятий на 9 мая, это какие ещё у нас идут? — На 23 февраля мероприятия. И также в рамках клубов и кружков тоже различные мероприятия. — По календарю знаменательных дат, да, какие у нас герои, да, не только вот герои войны, да, но и герои, которые работали у нас в Тулу, потому что победа была же общая, не только вот на поле боя, да, но и здесь в основном вот дети, подростки, женщины же. — Квали в Тулу победу. — И мы очень гордимся тем, что вот Якут стал городом трудовой доблести. У нас тоже вот сейчас пойдёт работа именно по поиску воспоминаний людей, которые именно работали в годы войны. Потому что такого материала очень мало, тем более вот визуальных, да, фотографий каких-то. И мы хотим вот такой проект уже запускать в этом году. — Вот люди, у которых награждены они вот этим знаком, да, как люди говорят, с головой Сталина? — Да, ну вот займёмся поиском. Ну потому что мы надеемся, что в семьях хранятся такие реликвии, и они, наверное, будут рассказывать, да, вот бабушки, прабабушки, дедушки, как работали вообще, как жили в то время. То, что мы-то себе это уже не можем представить. А тут живые участники, скажем, да. — Ну вот о планах ваших теперь расскажите. Какие у вас интересные планы, проекты интересные предстоят? — Ну, Надежда Алексеевна, да, расскажет. — Ну, мы всегда открыты к сотрудничеству, открыты для наших пользователей, читателей. Ищем какие-то новые идеи, проекты. Сотрудничаем с очень многими организациями. — Ну вот год наставничества, да? Ну, год наставничества. Мы тесно уже начали работу, ну и так работали, вот с учителями, со школами. И вот с нашими ветеранами ЦБС для молодых наших коллег тоже. Вот какой-то проект сейчас хотим сделать. — Ну вот такой хороший проект, да, который вот людям очень интересно. Они всегда вот принимают участие. Это уже пятая республиканская акция «Сила книги», где вот знаменитые люди, да, известные люди читают свои любимые произведения. Или детям, или молодёжям. Это всегда очень интересно. Много народу всегда приходит на такие акции. — Читают, прямо читают произведения или какие-то отрывки? — Прямо читают. Прямо читают. Ну да, какой-то отрывок, который им больше всего не понравится. — Ему интересен, да? — Да. — Интересно. Ну и на будущее что? — Так, ну на будущее у нас планов очень много. Вот то же самое у нас будет продвижение финансовой грамотности среди детей и пожилых, да. Сейчас у нас идёт совместный проект с национальной биотекой «Белый мир Арктики через призму детской книги». Это популяризация детской литературы на языках малочисленных народов севера, да, на якутском языке, на русском языке. Вот сколько у нас вот именно в республике издаётся таких книг, да. Но это такая большая проблема, потому что в 2021 году открылся класс с евенкийским языком обучения в 26-й школе, и мы хотели им подарить книги именно на евенкийском языке. Детишек было где-то около 30, и мы не смогли вот найти такие книги. — На евенкийском языке, да? — На евенкийском языке. Оказалось, нету именно для начальных классов, для тех детишек, которые вот только начинают изучать. И вот мы заинтересовались, почему так происходит, и вот решили вот такой конкурс «Белый мир Арктики через призму детской книги». Это с международным участием. Там принимают участие и арктические регионы, да. До начала известных событий в Финляндии, Норвегии, Швеции, они тоже принимали участие вот в первом конкурсе. В этом году уже третий конкурс вот сейчас идёт. А авторы есть вообще, которые пишут на евенкийском языке? — Авторы есть, но детская литература, она же сама по себе такая специфическая же. Вот я могу отметить Марию Прокопьевну Нолганеда. Вот у неё очень хорошие книги именно для детей. Она сама живёт в МОМИ. Очень интересная писательница, такая самобытная. Книжки такие очень хорошие, яркие. И молодую писательницу, вот начинающую писательницу, Лидию Тарасову, я хочу отметить. Вот она написала вот «Кандыка». Вот она её победила у нас в одной из номинаций. Лучшее художественное произведение для детей. Ну, я знаю ещё в Волданском улусе, Валентина Волкова живёт. Тоже она пишет на евенкийском языке. Вот очень интересно. Вот тоже тогда будем выходить на связь с ней. Потому что я не слышала. Она Маяковского перевела на евенкийский язык. Очень интересно. Вот у нас осталось три минуты. В завершение, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям и телезрителям? Я призываю вас приходить к нам в гости, в наши филиалы. У нас целых 18 филиалов. Не только в городе, но и в сёлах. В сёлах всегда активное население, они все ходят к нам. Вот городские я бы с удовольствием приняли бы вас всех. Приходите к нам, читайте книги. Если не хотите читать, можете и в аудиоформате посмотреть, в электронном варианте можете тоже посмотреть. У нас проводится очень много интересных мероприятий. Всё абсолютно бесплатно. Только нужно читательский билет приобрести. И всё, всё идёт абсолютно бесплатно. Можно же даже организовать встречи в библиотеке. Специально у вас есть такие уголки, где можно... Да, такие встречи происходят на регулярной основе. Они всегда пользуются таким широчайшим интересом. Не только у пожилых, скажем, но и молодёжь с удовольствием ходит. Молодёжь, действительно. И дети ходят. Чем по подъездам собираться, можно в библиотеке собраться. По торговым центрам скорее, да. Кстати, может быть, в апреле у нас откроется небольшой такой свой библиотечный пункт ТРК Туймада. Так что тоже... Как раз там, где место, где молодёжь собирается. Да, вот хотим вот их там выловить. Ну, полминуты и вам ещё. Дорогие радиослушатели, телезрители, если у вас возникли какие-то вопросы по проектам, по нашим мероприятиям, можете подойти в любую нашу библиотеку из 18 библиотек и оставить свой отзыв, спросить какие-то интересующие вопросы. Там всё расскажут и помогут. Я благодарю за участие в нашей передаче. Желаю вам успехов. Спасибо большое. Спасибо большое. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго.